Сирот в приемные семьи, но только в том случае, если будущие родители морально и материально готовы к усыновлению. Такова позиция областной власти. Об этом заявил руководитель региона Александр Пиклушенко в ходе посещения Ореховского приюта для детей. Государство, лично президент, интересуется жизнью каждого из лав. И я вот как глава администрации обязан знать, что происходит, как вам живется, как кормят. А что хочется? Конфет хочется? Да. Понятно. Сирот в приемные семьи. Такая задача поставлена на уровне президента и правительства. Но развивая новую систему опеки одиноких детей, ни в коем случае нельзя разрушать устоявшиеся государственные институты, такие как этот приют в Орехове. В этом уверен председатель областной администрации Александр Пиклушенко. Поэтому тоже ратует за создание детских домов семейного типа. Но только в том случае, если усыновители готовы к этому морально и материально. Даже когда меня год назад он назначал, он мне первое, что сказал. Александр Николаевич, объект номер один – это детский дом. Это сказал президент. Объект номер один. Мы знаем, что вы сегодня невеликое святое. Рек, как вы губернатор, поэтому мы тоже вас приветствуем на это святое. Спасибо. Ребенку нужна семья. А для того, чтобы была семья, надо, чтобы люди с мозгами, с совестью и с деньгами не думали, куда девать свою энергию. Сегодня во всем мире стоят очереди на усыновление и удочерение. Наглядным успешным примером создания детского дома семейного типа признана семья Светланы Петрушенко. У нее один свой ребенок и пять приемных. А батька где? Не у нас батька, мы же самостоятельная женщина. Одна? Ну что, одна, смотрите. В основном. Они ее называют мама искренне, и взрослые, и средние, и младшие. И она думает еще об одном ребенке. Это чистые дети, это дети, которые на лицах и глазах написано никогда не будут ни пьяницами, ни алкоголиками, ни тунеянцами. Сами, государство, то, что платит нам государство, мы на эти деньги живем. Плюс я работаю, я еще частный предприниматель. Поступок Светланы председатель областной администрации назвал подвигом и призвал других следовать ее примеру. Ведь благодаря ее стараниям дети избежали участия остаться сиротами на всю жизнь. Светлана, а ты свою историю жизни? Мама нас била, нас забрали в приют, крестная отвезла. Ну, там побыли где-то год, и нас забрала мама Светла. Хочу побывать в Париже и выучиться на доктора. Такая мечта у старшей дочери Кати. Александр Пиклушенко пообещал оказать полное содействие, чтобы у нее все осуществилось. Дальше мы с тобой пойдем поступать вместе, и мы с тобой поступим в медучилище, я это обязуюсь, поступим. Веришь мне? Да. В медучилище мы поступим, а дальше уже все твое. Да. Все твое. Пока оформляется путевка во Францию, всей семье преподнесли новую стиральную машину. В знак признательности дети подарили Александру Пиклушенко свои рисунки и угостили чаем.